Как здорово! А у нас на филфаке началась неделя творчества Роберта Рождественского. Вспоминаем его биографию и шедевры. Как интересно! Мужичонка-лиходей, рожа варежкой, Дня 20 апреля года давнего, Закричал вовсю в Москве на Ивановской детской, Дело у него, государева! Кто таков, по что вопит, во что верует, Отчего в глаза стрельцов глядит без робости, Вор не вор, однако кто ж его ведает? А за крик держи ответ по всей строгости. Мужичка-то, воря, дремлющая стража взяла. На расспросе объявил этот странный тач, Что клянется смастерить два великих крыла, И на умных оки птица будет в небе летать. Подземелье, стол губовый и стена на три крюка, По стене плывут кача, а стени страшны. Сам боярин Троекуров и смутья на мужика, Бородой тряся, грозно спрашивает, Что творишь, холоп? Не худой творю. Значит, хочешь взлететь? Даже очень хочу. Оки птица, говоришь, оки птица, говорю. Ну а как не взлетишь? Непременно взлечу. Вдруг и вправду полетит мозгля крамольная, Вдруг понравится царю потеха знатная, Призадумались бояре и промолвили. Ладно, что тебе, холоп, к работе надобно? Слух прошел по Москве. Лихие дела, мужичонка, чтоб мне с места не встать. Завтра в полдень слышь два великих крыла. На Ивановской оки птица летать? Что творишь, холоп? Не худой творю. Значит, хочешь взлететь? Даже очень хочу. Оки птица, говоришь? Оки птица, говорю. Ну а дальше как? Непременно взлечу. Мужичонка-лиходей, рожа-барежкой, Появившийся из ворот с кособочиной, Дня 30 апреля на Ивановскую вышел. Вынес два крыла перепончатых. Отливали эти крылья сверкающие, То ли кровушкой, то ли пожарами. Сам боярин Троекуров со товарищами Поглазеть на это чудо пожаловали. Вот он крыльями взмахнул, Сделал первый шаг, Вот он чаще замахал от усердия, Взмок вот на цыпочки, привстал, Да не взлеталось никак. Вот он щеки надул, Да взлететь не смог. Он и плакал, и молился, И два раза вздыхал, Закатив глаза, подпрыгивал по заяче. Он поохивал, присвистывал, Крыльями махал, И ногами семенил, как в присядочку. По земле стучали крылья, Крест мотался на груди, Обдавала пыль вельможного боярина. Мужику уже кричали, Ну чего же ты лети? Обещался так взлетая каянина. И тогда он завопил, Да где ж ты, Господи? И купца задел крылом пробегаючи. Вся Ивановская площадь взвыла в хохоте так, Что брызнули с крестов стаи галочи. А мужик упал на землю, как подрезанный, И не слышал он ни хохота, ни карканья. Сам боярин троекуров не побрезговали. Подошли к мужику и в личность харкнули. И сказали так бояре, Будя, досыта, Посмеялись, а теперь давай похмуримся. Батагами его, да чтоб не до смерти, Чтоб денечка два пожил, да помучился. Ох, взлетали батаги посреди весны, Вился каждый батажок в небе пташкою, И оттуда, да поперек спины, Поперек спины, да все с оттяжкою, Чтобы думал, знал, Чтобы впрок для всех, Чтоб вокруг тебя стало красненько, Да с размахом мах, Чтоб до сердца эх, И еще раз сох, и полразика. В землю смотришь, холоп, В землю смотрю, Полетать хотел, И теперь хочу. А кептица, говоришь, А кептица, говорю, Ну а дальше как? Непременно взлечу. Мужичонка лиходей, Рожа варежкой, Одичалых собак пугаясь стонами, В ночь промозгулу лежал на Ивановской, Словно черный крест, Руки в стороны. Посредине государства, Затаенного во мгле, Посреди берез и зарослей смородины, На заплаканной, Залатанной, загадочной земле, Хлеборобов, храбрецов и юродивых, Посреди иконных ликов И немыслимых личин, Бормотания и тоски неосознанной, Посреди перов и пыток, Пьяных песен и лучин, Человек лежал нычком В крови собственной. Он лежал один, И не было ни звезд, ни облаков. Он лежал, широко глаза открывши, И спина его горела, Не от царских ботогов. Прорастали крылья в ней, Крылья, крылышки.